Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте, пожалуйста, вынести на обсуждение вопрос возможности назначения комбинации неволумаба с химиотерапией во второй последующих линии лечения, если у пациента достигнут длительный светлый промежуток после проведения химиотерапии первой линии. Последние годы ознаменовались успехом применения иммунотерапии у ряда сольных опухолей, в том числе при раке желудка. Высокую эффективность продемонстрировал препарат неволумаб в исследовании Тракшн-2 по сравнению с Бетсупотевке как на азиатской, так и на европейской популяции больных и был таким образом внесен по результатам этого исследования в стандарт третьей линии лечения и последующих при диссиминированном заболевании желудка. Но нас интересует больше комбинация добавления неволумаба в первую линию лечения больных этой категории. Известное исследование Checkmate 649 по изучению первой линии химиотерапии с иммунотерапией неволумабом. Там в исследование, согласно дизайну, включались пациенты с диссиминированным заболеванием желудка, кардиозофагиального перехода и пищевода, 60% из которых имели положительный статус PDL. СПС был больше либо равен 5. Целью исследования была оценка отдаленных результатов лечения. И как мы видим на обоих графиках, как слева, как в общей популяции больных, так в когорте пациентов с положительным PDL статусом достигнуты значимые преимущества при назначении комбинации НИВА химиотерапия 14,5 месяцев против 11 в группе с положительным PDL статусом. Авторы сделали выводы, что назначение химиотерапии с неволумабом в первой линии позволило снизить риск смерти на 29% в группе PDL позитивных больных и риск прогрессирования заболевания на 32% среди общей популяции пациентов. Нужно сказать, что доказательная база, конечно, у нас есть относительно первой линии лечения. При добавлении неволумаба, как я уже сказала, по исследованию Traction 2 в третью линию, опция присоединения неволумаба ко второй линии химиотерапии остается неисследованной. Что, в общем-то, вынуждает нас обратиться к следующему исследованию по изучению реинтродукции препаратов химиотерапии первой линии с препаратами платины и фторпиримидинами. На самом деле здесь включались не только метастатические процессы, но и локализованные. Это были пациенты с заболеванием желудка, кардиозавокеального перехода и пищевода. Из 950 пациентов, включенных в исследование, 106 была назначена реинтродукционная терапия в этом же режиме. Целью исследования была опять оценка отдаленных результатов лечения в когорте больных, получавших речеллендж. Сейчас я дойду до этого. При оценке отдаленных результатов авторы нам представили результаты медианы выживаемости без прекрессирования речеллендж терапии. Такие же составили 5,1 против 4 месяцев в группе локализованной диссимнирного процесса, соответственно. Медиану общей выживаемости и медиана выживаемости пациентов от начала химиотерапии первой линии с включением ретритмента по окончанию события составило 25 месяцев, что в два раза выше литературных данных у этой категории больных. был проведен мультивариантный анализ в этом исследовании, который показал, что интервал от 3 до 6 месяцев назначение ретроиндукционной химиотерапии является неблагоприятным прогностическим фактором. То есть пациенты, у которых наблюдалось прогрессирование и, соответственно, была назначена реиндукционная химиотерапия через полгода, при светлом промежутке, таком длительном, имели выигрыш как в отношении общей выживаемости, так и безрецидивной. В общем-то результаты этого исследования нашли отражение в рекомендациях и русской аоры используются в нашей клинической практике и мы сами инициировали исследование подобное, провели ретроспективный анализ имеющейся уже базы данных по изучению трехкомпонентных режимов лечения. На данный момент средств проведен на 223 пациентов, из которых 127 получили вторую линию химиотерапии, из них реинтродукционный режим, реинтродукция была назначена 39. Медианная длительность контроля роста опухоли на первой линии лечения составила 10 месяцев и 13, соответственно, в группе флот фолферинокс. И на реинтродукции, то есть от начала второй линии лечения до наступления события, 5 месяцев в группе флот и довольно обнадеживающие результаты в группе фолферинокс. Также по результатам рок-анализа у нас выявлены немного другие результаты, нежели в предыдущем исследовании. Это рубеж в 4 месяца. Пациенты, которые достигли рубежа в 4 месяца после окончания химиотерапии первой линии, выиграют в отношении общей выживаемости при назначении реинтродукции. В ходе многофакторного анализа этот интервал от окончания химиотерапии первой линии до прогрессирования заболевания также было значимым и прогностически неблагоприятной характеристикой при интервале ниже 4 месяцев. Меньше 4 месяцев при наличии прогрессирования заболевания после окончания первой линии. Таким образом, назначение реинтродукции химиотерапии первой линии возможно в нашей клинической практике и в нашем центре активно применяется, но только на фоне стойкого эффекта после лечения, который в нашем исследовании ретроспективном составил 4 месяца. И позвольте, пожалуйста, задать вопрос аудитории, возможно ли интегрировать назначение неволумаба во вторую линию химиотерапии по результатам исследования, чекмейты с учетом наших полученных данных по эффективности реинтродукционной химиотерапии? Ну, то есть вопрос стоит такой, что в первой линии пациент получил только химиотерапию, потом какой-то светлый промежуток, и мы к ней же возвращаемся, например, к Селоксу возвращаемся. И если у нас нужно ли добавить пациенту иммунотерапию, снова, допустим, к этому повторно применяемому к Селоксу, ну, естественно, если СПС, допустим, СПС больше 5. Как мы иногда любим, мы же любим на потом что-то оставить. Вот оставили на потом, и есть возможность это реализовать. Давайте, я вот так проголосую. Екатерина Сергеевна была убедительна. Самое главное, что про иммунотерапию она ничего не сказала. Она же сказала о том, что вообще полезно повторно применять химиотерапию. Но при этом ловко эти данные экстраполировала, собственно, на то, что заодно будешь тогда и иммунотерапию добавить. Нужно сказать, что большинство-то, даже все, собственно, все голосующие, готовы не только вернуться к ранее эффективному режиму химиотерапии, но и попытаться все-таки наверстать упущенное и добавить иммунотерапию. Да, тем более, когда это лечение проводилось, еще не вошла в обиход иммунотерапия в составе первой линии. Да, конечно, никто не знает, какие там. Да, поэтому сейчас, естественно, этот вопрос встает.